Валерий, 024-653 Здравствуйте, товарищи! Здорово-доро вас! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! И в преддверии этого замечательного праздника у нас сегодня закрытие сезона, ну по крайней мере, 23-го года. Сегодня мы охотимся на лося, подпускаем на максимально близкое расстояние, если там идут несколько лосей, там говорят или видите, что идет несколько, пропустите, максимально поближе посмотрите, потому что бык обычно, как всегда, пойдет последний. На финальную охоту приехали охотнички. Сколько ж вас тут! Они все идут, идут и идут. Всех приветствую! Сегодня у нас финальный выезд на охоту в этом году. Охотимся на лося. На улице плюс 3, снег тяжелый. Лася должно быть слышно издалека. Ну, загонщикам сейчас нашим не позавидуешь. Идти будет, конечно, тяжело. Все ручьи в воде, все речки в воде. Посмотрим на результат. Ну, надеюсь, у них получится. Ну, все, охота закончилась. А я так и стал, вообще не сомневался. Ты каким номером стоял? Ну, где-то седьмым, седьмым, восьмым. Ну, минут 15 после начала загона. Я прослушал на институтом коллаже, что были собаки. Ну, слышу, что кто-то гавкнул, гавкнул. Раз-два. И через несколько минут буквально выходит корова. Она идет вдоль номеров. У меня карабин опущен. Думаю, резко подниму. Испугаю. Она зашла за дерево, я карабин поднял. И она пошла не вдоль стрелковой линии, а вот чуть-чуть завернул на стрелковую линию. Ну, и как-то вышла на открытое пространство. Выстрел первый раз. Попал, как уже потом оказалось, в ногу. Она подпрыгнула, дернулась. Сделал несколько шагов. Опять между деревья вышла в просвет. И вторым выстрелом я уже попал по месту. Она буквально через пять метров легла. В общем, ну, вот такая короткая, но предновогодняя история. Ты с какого расстояния стрелял? Ну, вот, Антон говорит, шесть метров было. Ну, метров пятнадцать. Ну, вот. Может, двадцать. Не, ну, стрелял вот метров. Вот здесь вот где-то стрелял. Вот здесь вот где-то вторым выстрелом. И уже лось лежит. Ну, и что? Ну, подпустили как надо. Я считаю, что лучше так, чем стрелять за двести и не попасть. Молодец. Спорим тебе. Спасибо большое. Спасибо. И с чего стрелял? Карабин винчестер, супер-икс-райфл, вулкан, патрон 30-06, селье и белот, прицел, юкон-егерь полтора на шесть. А ты с какой кратности стрелял? Полтора. Нормально стрелял? С двумя глазами. Ну, корова большевата была, но я с открытыми глазами стрелял, поэтому нормально. То есть ты второй глаз не закрываешь? Очень близко была. Закрываю, когда далеко, но когда близко, сейчас стрелял с открытыми глазами. Молодец. Спасибо большое. С наступающим тебя. С наступающим и спасибо большое за приглашение. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и с закрытием охотничьего сезона, по крайней мере, в этом году. Спасибо за гонщикам. Стрелок у нас молодец. Что за пуля? Пуля 11,7 грамм, селье и белот, Чехия, 30-06 калибр, ну, по-нашему это 7,62 на 63, мне кажется. Это вот, которая в лопатку-то стреляла? Да, потому что в ногу она насквозь прошла. Это которая в лопатке. А это в лопатке. Ну, да, нормально, раскрытие прям. И оболочка целая. Дорбедонт нас опять покинул. Да, снова, и сержант снова отрабатывает за него. Карбонат или что это? Это вырезка. Буженинка. Смотрите на разрез. Я готовлю это в насыщенном бульоне со специями. И не слипеции, не сливай бульон. Если летом, я замораживаю. Если сейчас, а он стоит как холодец. Растопил, кинул кусок мяса, сварился, опять убрал. И чем насыщеннее бульон, то вкуснее получается буженина. И сколько ты часов варишь? А все зависит от того, кого я варю. Ну, вот лось вырезка. От трех часов до пяти. Смотри, какой лось. Смотри, лось вырезка тоже ее варит. Ну, тыкать же надо. Ты смотришь мясо, мягкое или не мягкое, понимаешь? Это все. Витя. Я не вырезку варю. Я варю самые прожилочные места. Хвосты. Подожди, вот это вот что? Это прожилки. Это вот эта часть, вот эта голень. То есть, вот это голяшка? Самая голяшка, да. Да, да, да. Очень вкусная. То есть, голяшку ты 3-4 часа варишь? Если молодой, то да. Если постарше, чтобы она была мягкая, чтобы туда провалилась, то и опять варю. Пофига, а что она варится? Ты же ее на себе варишь, на газу. Мы тоже с тобой же задумали, да? Да. Там тоже сказали, что пошли, потом меняйте азиму. Куда еще еще менять азиму? Закрытие у нас в этом году состоялось. Под конец сезона у нас все больше и больше охот, которые заканчиваются уже в первом загоне. Начало сезона у нас сложно складывалось. Не могли звери выставить на номера. А под конец вот что-то пошло достаточно удачно. Даже несколько хороших рогачей добыли. В этом году это уже финальный отчет. Всех с наступающим Новым Годом. И до новых встреч на канале. Дорогие охотники! С Новым Годом! Ура!